Несмотря на запрет суда осушать Малый Талдеколь, строители продолжают это делать. Это подтверждают члены инициативной группы СОС Талдеколь и местные жители. Напомним ранее, столичный суд признал действие Акимата незаконным и отменил постановление о переводе земель Малого Талдеколя из водного фонда в земли населенного пункта. Но коснулось это только 6, 7 и 9 участков. Однако, как заявляют экоактивисты, решение суда проблему не решило. Саян Санакова разбиралась. Мы находимся на 6 участке группы Озер Малый Талдеколь. Согласно решению суда, его должны охранять и проводить какие-либо манипуляции, законам строго запрещено. Но, как мы видим, водоохранных полос все еще нет, но зато стоит рабочий насос, прикрытый маскировочной камуфляжной сеткой. Воду из озера начали выкачивать еще в начале лета. Правда, тогда решения суда еще не было. И возразить работе застройщиков экоактивисты никак не могли. Теперь все по закону. А сушать водоем запретили. Но, как заявляют члены инициативной группы СОС Талдеколь, застройщикам это не помешало. Более того, если раньше воду перекачивали в другое озеро, то сейчас она бежит прямиком в городскую канализацию. Сетуют экоактивисты. 26 июля я самостоятельно выехал сюда, зафиксировал работающий насос. Мы подали заявление в полицию. Наши требования, чтобы прекратили осушать озеро, чтобы убрали этот насос, потому что он незаконным образом здесь работает. Мы знаем, что данный участок, он должен быть под охраной. Здесь, наоборот, стоит насос, который откачивает воду. По сути, занимается незаконной деятельностью. Впрочем, в госорганах проблему не проигнорировали. На участок выехала Есильская бассейновая инспекция, которую, кстати, на прошлом заседании суд отчитал за бездействие. Ведомцы подтвердили, что выкачивание здесь незаконное. Действительно, имеется предмет, который отширяется незаконное водопользование. Ранее, оказывается, инициативная группа обращалась в управление департамента полиции. Сейчас идет составление акта. Имеется факт совершения нарушений по водному, экологическому и административному покоу РК. На место приехала и экологическая полиция. Правда, в госоргане от комментариев воздержались. Но застройщика, владельца насоса, пообещали найти и конфисковать оборудование в кратчайшие сроки. Будут ли дальше застройщики искусственно осушать водоем или все-таки побоятся закона? Увидим на следующей неделе. Саяна Санакова, Ирлан Сарманов, Атамикен Бизнес.